Не нужно больше чистить, жарить, мыть и чесаться. Все это сделают за вас рестораторы Владивостока и находки. Для любителей рыбы Дальнего Востока стартовал фестиваль зимней рыбы с навагой в роли хедлайнера. Такой фестиваль проходит в Приморье впервые и является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Фестиваль зимняя рыба навага пришел в светлые головы рестораторам, участникам рабочей группы по организации и популяризации дальневосточной региональной кухни. Это будет целая серия гастрономических фестивалей. Сегодня для нас навагу под ледного лова взялся приготовить шеф-повар Антон Терентьев, который работает в одном из ресторанов участников фестиваля. Рецепт несложный. Чтобы блюдо получилось вкусным, нам потребуется свежая навага, приправы, кукурузная мука и сковородка с раскаленным маслом. Сначала добавляем соль и перец, после накаляем сковороду до 240-250 градусов. По словам Антона, так рыба не будет пригорать, и ее с легкостью можно будет переворачивать. Для панировки использует кукурузную муку, которая придаст наваге небольшой хруст и золотистый цвет. Когда масло нагрелось, можно приступать. Аккуратно выкладывая рыбу, повар начинает процесс приготовления. После приготовления салата, в который можно добавить лимон по вкусу, все внимание уделяем рыбе. И вот рыба готова. Горячую навагу выкладываем на тарелку вместе с салатом, тем самым заканчивая сервировку блюда. Оно продлилось, наверное, минут пять, я думаю. Приятного аппетита всем. Я, как человек, который родился и вырос в Забайкале, не знал о рыбе наваге, а уж тем более не пробовал ее. Ну а сейчас я это исправлю. Очень вкусно. Гости фестиваля зимней рыбы, посетив ресторан за вполне бюджетные, даже можно сказать скромные деньги, могут получить вот такое блюдо свежей наваги. Каждый ресторан будет предлагать почти один и тот же рецепт, отличающийся только в специях, разновидностях соли и масла. Навагу мы готовим по домашнему рецепту, обжаренную в муке. Особо никаких изысков мы не делаем, потому что рыба свежая, достаточно насыщенная вкусом своим, ничего, каких-то способствующих компонентов к ней добавлять не нужно. Блюдо будет интересно для и европейской стороны нашего мира, да, а также и для Азии, потому что дальневосточная навага водится только у нас. На вопрос о собственных предпочтениях, какое блюдо из наваги нравится Антону больше всего, он ответил как турист. Мы недавно ходили на рыбалку, вот сюда, в принципе, в бухту рядом, в Навик, да, у нас такой был кейтинг небольшой, такой для себя. Мы ее ловили, тут же разделывали, жарили, и вкуснее вот этого я ничего не пробовал. Участники фестиваля, а в их числе 8 ресторанов Владивостока и Находки, отмечают, что присоединились к этому событию поддержать программу развития дальневосточной кухни, цель которой сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионам. Задача шеф-поваров, ресторанов, участников фестиваля, именно представить жителям Владивостока этот продукт, эту рыбу, именно в ресторанном качестве. В будущем организаторы фестиваля хотят сделать такое мероприятие ежегодным, а также вывести дальневосточную кухню на международный уровень. В этом году полакомиться блюдами из Наваги можно до 25 февраля. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.